Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в очередной раз, последний раз в этом году. И поздравить вас с наступающим Новым Годом. Поскольку наступающий Новый Год – это год металлического белого быка, то я сегодня предстала в белом наряде с металлическими аргентинскими украшениями. Это, кстати, натуральная кожа, опять же, бычья. И хотела даже поздравить вас с бокалом шампанского, но, к сожалению, мои посланцы не успели, поэтому начну без шампанского. Металлический бык, да, и еще. Этот год для меня знаменательный, это мой год. Так что он для меня особо важен. Я по гороскопу бык, и по второму знаку я стрелец, кстати. Вот, металлический бык. Само название металлический навевает на размышления, а какое место в будущем году будут занимать военные конфликты, вяло текущие военные конфликты, армия, оборона и так далее. Какую роль вообще будет играть армия? Я хочу сказать, что ситуация с Карабахом показала, что игра еще не закончена, потому что, как вы знаете, 27 числа было совершено нападение армянских диверсантов на азербайджанских военных. Погиб азербайджанский военный, второй был ранен. Вот, и здесь, конечно, надо ставить серьезные вопросы о том, как в дальнейшем будет обеспечиваться восстановление экономики, социальной сферы, культурной сферы Карабаха. Мы вот тут внимательно следим за этим, и, честно говоря, я и мои коллеги просто испытываю чувство восхищения, потому что восстановление идет быстрыми темпами. Я смотрю уже и магазины, и культурные памятники начали восстанавливаться, это очень приятно. Особенно порадовали цветущие сады Хурме. Значит, здесь возникает вопрос о роли миротворцев. На самом деле сейчас идет активное лоббирование с армянской стороны, которое поддерживается, инспирируется даже Западом, о том, чтобы роль российских миротворцев была сведена на территории Нагорного Карабаха к минимуму. Если роль эта будет сведена к минимуму, тогда совершенно очевидно, что дальше армянские политические круги заговорят о том, что это не какие-то случайные вещи, а это целенаправленная политика Москвы. Я хочу сказать, что это совершенно не так. Москва активно принимает участие в операции миротворческой. Москва хочет мира. Но не надо забывать, что у нас есть разные политики, у нас есть разные лобби, у нас есть разные чиновники и разные военные. Поэтому здесь могут быть самые разнообразные сюжеты в дальнейшем. Но тут ставится вопрос, может быть нашим миротворцам пора помочь. Я, например, считаю, что если пойти по тому предложению, которое дает нам асербайджанская сторона, и в случае необходимости усилить наших миротворцев присутствием еще кого-то, например, тех же турецких миротворцев, то плохо не будет. Если российские справятся, то очень хорошо. И третий момент, очень важный, это момент логистики. Я считаю, что у нас в Абхазии до сих пор не раскручена тема туризма, а она не раскручена, я могу сказать, что сами Абхазы называют тех российских туристов, которые приезжают к ним дошираками. То есть имеется в виду, что едут бедные, средний минус, люди не способные на нормальный отдых и не способные на платеж. Но во многом это вызвано тем, что аэропорт Сухуми так и не работает, и в ближайшее время вряд ли заработает, в силу ряда обстоятельств. Российская сторона предложила восстановить аэропорт в Ханкинди. Но идея, в принципе, хорошая, но на самом деле здесь возникает другой вопрос. А вот это восстановление аэропорта, кто будет курировать дальше аэропорт? Если это будет под контролем Азербайджана и России, ну пусть России совместным, в первое время все равно понадобятся миротворцы, тогда это одно. Если кто-то из российской власти или других лоббистских кругов хочет открыть там аэропорт и получить полный контроль над логистикой, включая военные поставки, а кто будет контролировать и проверять? Я считаю, это абсолютно неправильно, такого допускать не надо. И в чем разница между политиками Армении, Азербайджана и России применительно к тому же карабахской истории последних месяцев. В Армении полный хаос, поскольку там никто не в состоянии проанализировать и понять, откуда что пришло. В Азербайджане четкое руководство и продвижение вперед. В России многие политики и военные до сих пор не в состоянии понять, что имеют дело с самостоятельной страной, с самостоятельной территорией, которая вправе выбирать себе союзников. И вот на будущий год, я так полагаю, мы увидим целый калейдоскоп новых союзов, в том числе на постсоветском пространстве. Я очень опасаюсь, что уровень анализа в официальных российских структурах таков, что вряд ли даже предполагаются многие союзы. И мы снова, как вот в ситуации с Карабахом, мы снова встретимся с некой неожиданной ситуацией. Хотя сейчас мне многие в Москве из властных кругов уверяют, что все было спрогнозировано, все это ожидалось. Нет, господа, ложь, это не ожидалось. Один простой факт. Я переговорила с одним завсегдатаем российских ток-шоу и спросила, слушай, а что ты вначале говорил совсем не в дугу-то? А он говорит, а была растерянность некая в Кремле, нам две недели не говорили, что говорить. И поэтому я начал говорить по привычке. А потом, когда уже сказали, что говорить, то выяснилось, что говорил я не ток. Вот такого анализа, такого подхода нам больше допустить нельзя. Я желаю, чтобы металлический бык своими рогами, своим упорством, своими копытами, в конце концов, подтолкнул и нашу российскую аналитику к более серьезному отношению к тому, что происходит уже на бывшем постсоветском пространстве, уже фактически в бывшем СНГ. Союзы будут новые, надо быть готовыми. А сейчас плавно продолжим тему российского экспертного сообщества. Я хочу немножко приоткрыть завесу тайны над деятельностью российско-турецкого общественного, российско-турецкого форума общественности, РТФО. Да, есть такой форум общественности. На самом деле в России практически со всеми странами есть такие форумы общественности. И в отличие от тех стран, реального бюджета на них никто не выделяет, все зависит от того, кто возглавит, то есть кто первый стал, того и тапки. Если человек, который возглавит форум в России, например, там, не знаю, с Хорватии, сможет найти финансы, форум работает. Если он найти эти деньги не может, а бюджет их не дает, то мы имеем то же самое, что с российско-турецким форумом общественности. Буквально два слова. Значит, мы все ждали, что в этом году российско-турецкий форум общественности, хотя бы в формате онлайн, осенью, он в сентябре должен был собираться, соберется и что-то мудрое нам скажет. Правда, среди экспертов, которые представляют российскую сторону, тюркологов не так много, к моему удивлению. Нет, такого не произошло. Очень жаль, что покинула свой пост Элеонора Валентина Митрофанова, которая возглавляла этот форум с российской стороны, которая всеми силами пыталась его взбодрить от предыдущих участников. Сейчас Евгений Примаков, который пришел на место Митрофанова и главой российской стороны в этом форуме пока не назначен, и не факт, что это будет он, может быть, будет кто-то другой. В результате турецкая сторона выделяет финансы каждый год. Небольшие, но они выделяются. Турецкая сторона имеет отдельный секретариат. В российской стороне данной темой занимаются сотрудники одного из управлений Россотрудничества. Мы занимались. Что такое чиновник? Чиновнику дали пинка под зад. Я как бывший начальник управления сама знаю, как это делается. Чиновник бежит и делает. Чиновнику под зад никто пинка не дает. Чиновник не делает ничего. В результате, что мы получили? Пока на сегодняшний день российско-турецкий форум общественности с российской стороны является фантомом и химерой. И то, что произошло сейчас, когда он очень востребован, очень нужен его голос. Мы не видим и не слышим ни этого голоса, ни аналитических материалов. Когда я начала сама заниматься Турцией по той простой причине, что я два года вела проекты по Сирии, естественно, то у меня Сирия, там и Турция. Мне некоторые товарищи из этого форума говорили, Таня, будь очень осторожна с турками. Вот это единственное, так сказать, замечание, которое я услышала в свою спину. Если серьезно, я не верю, что российско-турецкий форум общественности в том формате, в каком он существует, будет работать и будет оказывать реальную помощь и российской, и турецкой стороне. На мой взгляд, турецкой стороне можно было бы подумать о создании некоего реально общественного форума с участием российских, турецких, азербайджанских и не только экспертов, имеющих отношение к данной тематике. Иначе у нас так все и будет в непонятном состоянии. Второе. Значит, что касается встречи министров, давайте отметим, что буквально накануне встречи произошла вот эта диверсионная вылазка в Карабахе, в ходе которой погиб военнослужащий, а второй был отправлен на лечение. Мы читаем в прессе в армянской призывы к продолжению, к эскалации конфликта, мы читаем очень много заявлений неофициально иногда и чиновников, что перемирие, вот это перемирие, оно не нужно Армении, поэтому я не могу сказать, что армянская сторона полностью готова к миру. Хотя оппозиции разные. Например, если посмотреть заявления некоторых армянских журналистов России, то они четко заявляют, что виноват во всем происходящем действительно Пашинян и Запад, но говорить о том, что Пашиняна спровоцировала Россия нельзя. То есть здесь я полагаю, что развитие взаимоотношений России и Турции будет укрепляться. Я ожидаю усиления влияния Турции на процессы, происходящие на Украине и в Молдове, это уже очевидно и заметно. Я ожидаю усиления влияния Турции в ряде других регионов и давайте в конце концов честно скажем, что та же Болгария уже давным-давно находится под влиянием Турции. Экономически она скуплена. С точки зрения идеологии, ну при всем уважении к болгарам, в отличие от сербов они не вояки, что очевидно, хотя любят клясться в дружбе с Россией, после чего сразу задается вопрос, простите, а будет ли Россия финансировать нашу дружбу, наши русофильские организации. Мне кажется, что России давно пора уйти от подхода любит, не любит, плюс нет, поцелует. Речь должна идти о сугубо прагматических вещах и когда я вижу некоторые соцопросы, какая страна нас любит больше всех, у меня возникает вопрос, а кто, что значит любит. Потом я вспоминаю знаменитую русскую поговорку, бьет, вот значит любит. И я совсем ухожу в дебри в понимании этого процесса. Поэтому мне кажется, что раз сейчас Россия и Турция вступают в новую фасу взаимоотношений, то, наверное, необходимо создать некую сеть российско-турецких специалистов, общественных деятелей, которые данной темой занимаются не потому, что их позвал какой-то чиновник, а потому, что они работают в поле и эту проблематику знают. И здесь, конечно, хотелось бы поговорить со следующим. Последние дни очень активно в российских СМИ и в экспертном сообществе обсуждается тема так называемого проекта Новороссия. Часть экспертов выступает с такой точки зрения, что необходимо превентивно принять меры для возможного усиления и влияния турецкого влияния на процессы. В последние дни активизировалось обсуждение темы Новороссия. Это за последние пять лет, наверное, резкий скачок интереса к данной теме. Кто-то объясняет это тем, что вдруг все-таки Турция как-то усилит свое влияние в данном регионе. Вспоминают про то, что Великобритания решила закупить у Турции серию беспилотников и вообще изучить, как работают беспилотники в условиях военных действий. С другой стороны, есть информация, что Великобритания не прочь модернизировать украинский военно-морской флот в Черноморском бассейне. То есть информации идет очень много. Другие эксперты исходят из того, что вот ведь когда-то мы же людей воодушевили, предложили тому же Донбассу выйти из состава Украины, что-то пообещали, а потом резко эти обещания свели на нет. Но давайте вспомним, во-первых, кто эти обещания свел на нет. На самом деле их свел на нет. Президент Российской Федерации, который сначала призвал жителей Донбасса, фактически призвал выходить на площади, а потом сказал, простите, но давайте как бы будем плыть в другом формате. Почему это произошло понятно? У России не было ни ресурса, ни сил, чтобы обеспечить какие-то реальные военные действия на данной территории, а по-другому это было не решить. Но сейчас-то ситуация совершенно иная. За эти годы у Украины появилась реальная воюющая армия. Армия регулярная. Это не добровольцы, как нам пытаются сказать. Если раньше посылали, Украина посылала на войну мальчишек-срочников против наших ветеранов боевых действий, то сейчас-то ситуация совершенно иная. Благодаря нашим неловким действиям на Украине, многим неловким действиям, их можно перечислять, но не хочется, на Украине сложилась действительно реальная новая политическая нация. Она существует, она есть, и с этим тоже нельзя не считаться. Со своим языком, со своей историей. Да, у них своя история, но история у каждой нации своя. И говорить, какая правильная, какая нет, это смешить реальных историков. Потому что точки зрения очень разные. У нас в своё время был такой анекдот, я сама заканчивала исторический факультет, это моё базовое образование. Как известно, история Древней Руси основана на повести временных лет монаха. Вот, и такая, значит, сцена. Сидит монах, забегают его ученики, послушники, и он говорит, ну что, ребята, написали главы для моей повести временных лет. Вот примерно так строится вся история в основном. Поэтому здесь я думаю, что в данном случае это поле не историков, это поле не лингвистов, это поле тех, кто изучает реальную ситуацию сейчас. И реальная ситуация такова, что я не вижу никакого будущего проекта Новороссия. Будущее за тем, за тем, если Россия всё-таки возьмётся за переговоры с Грузией, с Украиной, и эти переговоры сумеют довести до какого-то логического конца. И давайте поговорим о реальной ситуации в Донбассе и Луганске, отбросив все вот эти идеологические призывы. У нас очень идеологизирована внешняя политика. Я считаю, это неправильно. Я была на Донбассе. И что я там увидела? Я увидела, что да, вся обстановка спокойная, люди живут, но, простите, люди выживают. Зарплаты низкие. Платим, как известно, пенсии платим мы. Ряд зарплат тоже платим мы. Отъезд осуществляется не только в России, но и на Украину. Причём он не меньше, если не больше. Молодёжь стремится уехать на Украину. Я знала много студентов, которые, закончив вузы, уехали в сторону Запада, а не в сторону России. И здесь очевидно, что та картинка Донбасса, которую нам показывают, и которая у нас в реальности, они очень разные. Да, Донбассом руководит определённая группа лиц. Эта группа лиц имеет свои коммерческие интересы с так называемыми кураторами в Москве. У нас появилось очень модное выражение «куратор». Не знаю, откуда оно возникло. Может быть, из 70-х. Поэтому сейчас в данной ситуации я не вижу никаких реальных механизмов и основ для возрождения данного проекта. Да и был не проект. Оторжение территории проектом называть нельзя. Что касается Крыма, я не буду давать своих оценок, потому что вы знаете, что критика присоединения Крыма у нас является уголовным наказанием. Но я хочу сказать, что у нас в том деле ситуация в Крыму тоже далеко не радужная. От России ждали вложения денег в развитие экономики, но не ждали того, что откаты будут достигать того же процента, какого они достигают в Подмосковье. Поэтому здесь было бы правильно послушать крымчан. Причем у реальных крымчан, экспертов, ученых, а не тех, кто кормится у кормушки. А России надо не то что сосредоточиться, как в свое время призывал известный государственный деятель. России надо приступить к реальным действиям. Иначе через год у нас уже будет иная политическая карта. Я в данном случае не про Крым. Я про все другие точки. Иначе мы будем через год уже обсуждать процессы в Казахстане, а процессы в Киргизии уже сами произойдутся. Тем не менее, я желаю вам мира с быком. Вот бык это животное, поскольку я сама бык по гороскопу, бык это животное мирное, это земледелец, это трудяга, это хлебопашец. Но если быка разозлить, то его гнев становится ужасным. Бык сметает все на своем пути. Давайте будем дружить с быком, тем более с металлическим. С Новым Годом! С Новым Годом!